Добрый день, ребята! Сегодня мы с вами будем делать муравейник, ведь наступила осень, а скоро будет зима, и муравьи прячутся в свой дом, а дом муравьев называется муравейник, но они не просто прячутся, они заготавливают еду себе на зиму, делают, каждый делает все, что ему нужно делать. И вот сегодня мы с вами постараемся сделать такой же муравейник. Значит, для нашей работы нам с вами понадобится лист голубой бумаги, краски зеленая и желтая. Это может быть гуашь или акрил, все равно какая краска. Вот такая вот губка. Клей. Обязательно клей. Черный фломастер. И посмотрите, что есть у меня в тарелочке. Я вот так постараюсь немножечко приподнять, чтобы вам было видно. Ну, листочек, понятно. А вот посмотрите, что вот это такое у меня. Видите? Это чай. Но мы с вами не будем пить чай. Вы потом посмотрите, зачем он нам. Ну что, начинаем нашу работу. Значит, листочек у нас голубой. Это значит, что у нас есть небо уже. Но муравейник ведь обязательно строится на земле. А земля у нас покрыта зеленой травой. А сейчас она уже начинает желтеть. Поэтому я вот так вот беру на губочку сначала зеленую краску. И вот так абсолютно произвольно, видите, вот, наношу ее на наш листочек. Вот я делаю холмики такие интересные. Теперь я беру желтую краску. И желтой красочкой, посмотрите, я вот сверху наношу. Я вам потом все это покажу. И вы поймете, что ничего сложного в нашей работе сегодня нет. Вот так. Мы вначале делаем землю для того, чтобы наш листочек чуть-чуть подсох. Наша красочка, посмотрите. Правда, похоже на землю? Вот мы сейчас краску отложим в сторону, чтобы она нам не мешала. Мы не испачкались. И что же мы с вами будем делать дальше? А дальше мы будем строить муравейник. Мы берем клей. И нам нужно из клея сделать вот такую вот горку. А мы делаем горку, потому что муравейник, он и есть вот в виде такой горочки. Вот посмотрите. Видите, как много клея я нанесла на наш листочек? И вот теперь я беру наш чай. И видите, что делаю? Присыпаю чаем чайной заваркой. Вот так аккуратненько, хорошо. Я присыпаю то место, которое я намазала клеем. Клея, ребята, не жалейте в этом случае, потому что заварочка приклеится только там, где есть клей. Значит, вам нужно будет хорошенечко вот так вот посыпать чаем клей. Вот так прижать ручками, пальчиками. Сейчас я еще возьму. А все, что не приклеится, мы с вами потом стряхнем аккуратненько. Я, наверное, над тарелочкой сейчас вот так подниму нашу работу и чуть-чуть стряхну. Вот так. Много не буду. И вот посмотрите, ребята, похоже на муравейник? Мне кажется, что похоже. Итак, мы продолжаем. Муравейник у нас уже есть, но нам нужны муравьи. И муравьев мы с вами просто нарисуем. Интересно. Вы помните, какие муравьи? И сколько у них лапок? У муравьев по шесть ножек. Вот так. Большой получился у меня муравей. Но они же есть разные. А вы знаете, что муравьи есть работники? Муравьи есть охранники. И вообще у них очень интересно все устроено. Но все муравьи очень любят трудиться. Они все целый день работали. И теперь сходятся на ночь домой. Ну, пожалуй, и все. Я закончу уже рисовать муравьев. Я думаю, что вы потом нарисуете их больше. Мы будем думать, что все остальные уже спрятались в домике своем. Вот посмотрите. Видите? Муравейник, трава, небо, муравьи. Ну, как-то немножечко вроде пустовато. Правда? А посмотрите, что у меня стоит на столе еще. У меня замечательный букет. Осенний букет. Но вы знаете, он у нас стоит на столе не просто для украшения. Конечно, чтобы было красиво. Но мы еще и используем наш букет в нашей работе. Ну, во-первых, посмотрите, какие чудные листья осенние. Видите? Они у нас такие красивые, красочные. И вот мы сейчас, не знаю, мне вот почему-то хочется этот листочек положить на муравейник. Как будто бы дул ветер сильный. Он поднял наш листочек, нес его, нес. И потом положил на муравейничек. Вот так. Видите? Как будто бы вот он только-только упал. А посмотрите, что у меня есть в букете, ребята. Видите? Такие вот оранжевые ягодки. Я думаю, вы все видели это дерево. Оно растет в парках. Оно растет в лесу. Вот я оторвала кусочек. Посмотрите. Оранжевые вот такие замечательные ягодки. Это рябина. И мы положим веточку рябины нашим муравьям. Вот сюда на травку. Чтобы они могли ягодками запастись на зиму. Когда вы будете клеить вот такие крупные предметы, вам нужно будет немножечко подождать, не поднимать работу. Так. И, наверное, я возьму еще листочек, приклею. Чтобы она высохла. Потому что вот такие тяжелые ягодки, они, конечно, могут отпасть. Посмотрите, какой чудный лист. Видите? И вот если мы его приклеим вот так сюда, сейчас один лист, потом другой. И он вполне нам заменит дерево. Муравейник ведь в лесу у нас стоит. Видите, какой интересный листочек? Как осень его разукрасила замечательно. И вот сюда вот поставлю его рядом. И вот у нас уже растет лес. Осень. А муравьи трудятся. Очень, очень неплохо, ребята. Вот так. Сейчас я посмотрю, может быть, еще одно дерево вот с этой стороны. Сейчас я посмотрю. Прекрасно. Ну что, ребята, посмотрите. Похожа наша работа на муравейник? Мне кажется, что похоже. Конечно, он может быть не настоящий. Но все-таки, даже веточка, видите, висит и не отпадает. Ну что, ребята, желаю вам удачи. И хочу вам пожелать, чтобы у вас получилась очень интересная работа. Вот так. До свидания. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok